Информация о том, что у нас надвигается бюджетный кризис, появилась из офиса президента от Саакашвили. Какие там политические силы? Это с Банковой пришла, откуда все и начали, потом кинулись, что же на самом деле происходит. То есть это из офиса на Банковой дали такую информацию, что нас ждет беда. Поскольку лицо это, политические туристы у нас официальное, то все начали присматриваться, что же на самом деле происходит. Что касается на самом деле ситуации, то мне кажется, что с теми вызовами, которыми столкнулась сегодня страна, надо очень четко выделить приоритеты. Первый приоритет, конечно, это борьба с эпидемией. И здесь как раз приоритет должен соблюдаться очень жестко, потому что мы имели крайне негативный опыт, когда парламент проголосовал 64 миллиарда выделения на борьбу с эпидемией. А потом выяснилось, что офис президента принял решение направить половину денег на дороге, считая это эффектным способом пиара этой политической силы и самого президента, то, конечно, таких вещей не должно быть. А из-за этого страдают десятки тысяч людей. Вот сейчас мы проголосовали, по-моему, 9 миллиардов, 8,9 миллиардов на борьбу с коронавирусом. Последнюю неделю, повторник, мы голосовали этот закон, и мы будем очень четко следить, чтобы он выполнялся. И в бюджете, который сейчас идет рассмотрение, мы тоже должны предусмотреть достаточно денег на медицину. Что произошло сегодня с бюджетом? Почему люди говорят о кризисе? Потому что реально, ведь в регионах, в областях реально нехватка денег на медицину. Я сейчас даже остальные вещи не беру, я сам был свидетелем нескольких больниц, как мне врачи говорили, что выделяют на лечение больного 6 тысяч гривен на весь курс лечения от коронавируса, хотя он в 10 раз больше должен быть. Этих денег реально не хватает. И когда мы видим бюджет, в котором увеличились выплаты на СБУ, на Офис Президента, на всех чиновников, и при этом недоплачивается медицина, то, конечно, кто будет голосовать за этот бюджет? Кто вообще, у кого поднимется рука, голосовать за бюджет, в котором не хватит денег на медицину? И, конечно, Министерство финансов, я честно не говорю о конкретных личностях, а Министр финансов, когда выступал, в частности, в вашей студии, мы с ним дискутировали, нельзя было так легкомысленно платить по спекулятивным облигациям внутреннего займа и наплевательски относиться к финансированию внутреннего рынка, внутренних людей своих, медиков тех же. То есть был явный перекос, и в этом бюджете он, к сожалению, так и сохраняется. И мы, несмотря на то, что дали правки соответствующие, мы видим, что этот перекос есть, продолжается приоритетность, вот, внешние долги, там, какая-то карма, это, да, святое. Ну, послушайте, ну, в конце концов, ну, нельзя так обходиться со своей страной, когда эпидемия, когда форс-мажор в мире, и тупо платить по платежам, по спекулятивным облигациям и обдирать своих медиков. Вот в этом кризис, денег, понятно, до конца года хватит. Дальше черная дыра, потому что, действительно, если сели вот так на кредитную игру, если вот такая ситуация будет с локдаунами, то, конечно, это будет беда. И второй очень важный вопрос, очень коротко, значит, по ситуации с эпидемией, очень важно сейчас не повторить ошибки прежнего локдауна, когда обещали и кредиты, там, краткосрочные и дешевые, и поддержку людям. Выделили, чтобы не быть голословным, 6 миллиардов безработным, это на все, и из 13 миллиардов кредитов доступных, 30% действительно были новые кредиты, остальные на перекредитование. То есть 4 миллиарда 5 кредитов и 6 миллиардов безработных. Вот и вся поддержка, которая была выделена в деньгах. Это ничего. Поэтому, конечно, люди, которые сейчас слышат разговор, что будет локдаун, они ожидают конкретных действий, и завтра мы будем обсуждать у спикера на совещании, которое бы позволили сказать, что да, страна о них заботится, она им помогает.